Митрополит Челябинский Златоустовский Никодим посетил город Златоуст. Здесь архипастер совершил божественную литургию в крупнейшем храме города Свято-Серафимовском. Первое воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию о том, как явившийся ученикам Иисус Христос уверил апостола Фому в истинности своего воскресения. В своей проповеди митрополит Никодим сказал, «Главное в жизни апостола Фомы – благая весть, принесенная Христом. Любой человек хочет сам увериться в том, чего очень ждал, поэтому и Фома захотел лично убедиться в том, что Христос воскрес». Апостола Фому в Евангелии называют также Фома-близнец, потому что у апостола Фомы был брат-близнец. Брат апостола Фомы ничего не сделал для церкви, ничего не сделал для Бога и сокрыт, ибо жизнью своей не последовал за братом своим, не стал исповедником веры, а осуетился мирской жизнью, которая его и погребла, закрыв пред ним врата Царства Небесного. Апостол Фома все отдал ради Христа, даже свою собственную жизнь. И ныне в Царстве Божьем он у престола Господня. Архипастер призвал православных подражать апостолу Фоме, проповедуя Евангелие окружающим людям, которые еще не пришли ко Христу, проповедуя не столько словом, сколько образом жизни, любовью, добрыми делами. За богослужением молился глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин. Для жителей Златоуста, лично для меня, приезд Владыки, это всегда праздник. И вот сегодня великий праздник для всех верующих. Владыка находится здесь, в Златоусте. Я думаю, что это благословение. И вот Божье Слово, которое Владыка несет в наши сердца, мы потом трудимся, работаем, воспитываем в вере наших детей. Это действительно большой праздник для всех жителей. Сразу после литургии на площади перед храмом преподобного Серафима Саровского начались народные гуляния Пасха Красная. Здесь не только можно было отведать чаю с куличами. Молодежный актив храма организовал выставку работ учеников воскресной школы. Ребята приняли участие в мастер-классах по росписи глиняных изделий и игрушек и по изготовлению берестяных изделий. По словам Евгении Бавкун, которая возглавляет молодежную комиссию Златоустовского благочиния, праздник в следующее воскресенье после Пасхи уже стал традиционным. Однако и в другие воскресные дни воспитанники воскресной школы и дети прихожан не скучают. Такая возникла идея проводить каждое воскресенье для детей какие-нибудь мастер-классы. Они пользуются большой популярностью у детей. Не только у прихожан, еще к нам приходят дети из приюта 31-го. Очень любят приходить дети из детского дома. Просто они уже приходят, знаете, никто их не приводит. Они приходят сами, взрослые дети. Просто они знают, что в это время у нас служба, потом их кормят кашей, и потом они уже на мастер-класс специально приходят.